Этот страстный номер принёс паре Эзиза и Валентины призовое место на фестивале современного искусства Дебаркадр. Сложно поверить, но в танцах ребят чуть больше года. И да, сейчас они уже не просто партнёры по танцу. Новое увлечение добавило их жизни много новых смыслов. Изначально это какое-то стеснение вызывает, но после этого, наоборот, раскрываешься, как-то легче обходишься с девушкой, более аккуратно, начинаешь танцевать. Ну, здесь парень ведёт, и поэтому от него тоже многое зависит. Помимо танцев, конечно же, это большое количество знакомств, это большое количество красивых мероприятий, соответственно, отсюда уже очень яркие эмоции, ну и вообще в целом жизнь очень становится разнообразной. Сменить привычную обстановку «Дом, работа, дом» решил и инженер-программист Роман Анисимов. В обычной жизни мужчине не хватает социального взаимодействия с людьми, а занятия бачатой дают ему возможность получить то, чего так недостаёт. Нам хочется, чтобы иногда нас обняли, прям сил нет. И вот танцы, они как раз в этот момент, возможно, восполняют какой-то недостаток тактильного общения. Бачату можно танцевать в любом возрасте. Не играют роли вес и рост танцовщика. Главное настроиться, поймать нужный ритм и почувствовать партнёра. Но не стоит думать, что бачата слишком простой танец, во время которого исполнители лишь медленно кружатся, прижимаясь и обнимают друг друга. Это латиноамериканский танец, как и другие требуют хорошей подготовки. Многие ошибочно полагают, что разминка в танцах не нужна. Однако именно правильная подготовка позволит вам избежать многих травм, ну и, конечно, добиться той необходимой пластичности. Яркий и чувственный – эпитеты, точно характеризующие бачату. Во время плавных движений тела партнёров, как правило, находятся на максимально близком расстоянии. И это, к слову, может напугать тех, кто только начинает знакомиться с танцем. Парням тоже страшно приходить на танцы, как и девочкам в первый раз. Поэтому в основном, когда мы начинаем танцевать, мы не сразу идём обниматься. То есть мы какое-то время всё-таки танцуем в открытой позиции, далеко друг от друга. Потом переходим к более близким позициям. Танец, он более такой сдержанный. Есть определённые порядки в танце, как партнёр ведёт, за какое место ведёт. Конечно, те пары, которые встречаются, либо женаты, конечно, они могут, например, касаться друг друга лицом. Тренеры объясняют застенчивым новичкам, что бояться чересчур интимных касаний не стоит. Прежде чем поставить учеников в пару, их учат изолировать одни части тела, чтобы работать другими. Раз, два, три. А теперь постарайтесь смотреть пол. Американский певец Джеймс Браун как-то сказал, любую проблему на свете можно решить, танцуя. И с этим согласятся поклонники бачаты, уверенные, что страстный танец лучше всяких антидепрессантов помогает получить мощный заряд энергии. Алена Павлова, Дмитрий Абрахин. Наше утро.